Книга «Открытым оком», 25 том, вопрос 3697, тема литература. Не грех ли показывать отрицательные стороны православной церкви? В насмешку, как делал Лесков Николай Семенович. Да и после него многие пишут в таком же жанре анекдотов и даже священники. Можно ли увидеть разницу между первым веком и нынешним? Какую роль играет здесь рождение свыше? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вопрос остается, было ли и есть ли такое, что в смешном виде показано? Если это есть, то по чьей вине такое случилось? И что будет, если это положение не исправить? С кого спрос в первую очередь? Если то, что пишет Лесков, не существовало, то грех только на нем. И на том разговор окончен. Слава Богу, что этого нет на Руси. А смехотворство и смехачество жидовское насторожило нас. Что у нас той беды нет, что он показал юморном тоне. Смехотворство над вечным спасением ставится в один ряд с нечистотой и блудом. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Так же сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив – благодарение. А если это было и есть, и Лесков правду показал, тогда его в один ряд с Нестором Летописцем ставить. Что не зряшно он талант изжил на попа-балду. Неужели будем подозревать в неискренности намерения всех, кто описывает состояние дел в церкви? Отец Сергий Желудков о том много сказал. Священник Михаил Ардо в своей книжке «Мелочи, архи, прото и просто иерейской жизни». Картинки с натуры. 1995 год, 256 страниц, 10 тысяч экземпляров. Сразу же оговорился. Донеслись уже и голоса осуждения. Меня обвиняют в поношении церкви и священства. В ответ своим критикам я дерзаю повторить слова из письма Лескова Коксакову. «Я никогда не осмеивал Сана Духовного, но я рисовал его носителей здраво и реально, и в этом не числю за собой вины. Сотни смешных картинок в основном это необученное паство, ошибки в произношении того, что на слух берут, пьянство священнослужителей и все в том же роде. Отпевают, кого попало, и самоубийц, поминальные записки и прочая несусветная смешность с точки зрения понимающего это. Нужно помнить, что за каждую душу умирал Спаситель Христос. И независимо от того, кто он, какой его уровень был до обращения, все должны сознательно, по слову его, прийти к нему и жить по его слову. За каждую душу отвечать будут священники. Если не научат пасту свою пути Божию. Вот с этой позиции вечности и страшного суда и будем рассматривать все, что пишут добрые пастыри с талантом литераторов-профессионалов. Иакова 4.9 Лесков и Ардов и прочие пишут интересно. Можно смеяться над неучами, над колобродящими мужиками у могил. О язычестве среди христиан православных. Но кто виновен в том, что такая тьма и такой мрак в душах людей? Исайя 8.22 Возможно ли, чтобы кто-то из апостолов написал хотя бы одну страничку таких анекдотов и побывальщин о своей пастве? Римлянам 1.8 Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Они смеются над своей паствой, а нужно горько, долго и громко плакать и вопиять, что так запустили образование, вернее, необразование своей паствы и сделали ее добычей всякого безбожника и еретика. Такое состояние было и в древности, но о том не смеялись, а плакали и грозили пророческие длани. Иеремия 56. Народ мой был так, как погибающие овцы. Пастыри их совратили их с пути, разогнали их по горам. Скитались они с горы на холм, забыли ложе свое. Языки 34.6 Блуждают овцы мои по всем горам и по всякому высокому холму. И по всему лицу земли расселись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. За каждую овцу будет строго взысканность нерадивого пастыря. Языки 34.10 Так говорит Господь Бог, вот я на пастырей, и взыщу овец моих от рук их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюсти их, и не будут они пищею их. Так как же можно смеяться над тем, что паства идет в ад? Рожденный свыше, в ком Дух Святой, так не поступает. Христос плакал об этих овцах, хотя Он их до того и не учил. Филиппийцам 2.5 Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. А учителя их тут же признали, что овцы их глупы. Иоанна 7.49 Но этот народ невежда в законе, проклят он. Когда говоришь об этом батюшкам, они страшно злятся и поносят тебя же. 2 Тимофею 3.8 Как и Анни, и Амврий противились Моисею, так и сии противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере. И пишут сами же попы, что люди не понимают богослужения. А берут на слух и в извращенном виде, но на русском языке дать народу не желают. 2 Петра 3.16 В которых есть нечто неудобово-разумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие, писания. Мне пришлось, не будучи священнослужителем, трудиться на духовной ниве с людьми вот уже 45. И могу на опыте показать, что все те, кого показывают лесков, желудков, ардов, если с ними заниматься регулярно по изучению Библии, и чтобы они были в настоящей православной общине, эти люди все до одного решительно меняются. И к ним уже ни один анекдот не подойдет. Их жизнь делается сознательной во Христе. Смотреть открытым оком том 15.16 Не смеяться нужно над тупостью и невежеством коростовых овечек, а плакать над тупостью, жестокосердием и чванством пастырей лукавых и безбожных. Они же все в крови своих овец. Осия 4.8 Грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их. Деяние 20.26.27 Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Языки 33.8 Когда я скажу беззаконнику, Беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Каждый священнослужитель должен быть пастырем и учителем. Мой отец Тихон 40 лет пас различный скот, И я все детство провел устат на полях. Если даже одна захудалая овца потерялась или заболела, то сколько труда положено будет, чтобы поднять ее. Но если в болезни, в ненаученности, гибели виновен именно ты, за небрежностью и зубоскальством кроется гиена огненная, то хватит ли слез в океане, чтобы достойно оплакать любого попа и архиерея деспота. Языки 34, 2. Сын человеческий, из реки пророчества на пастыри Израилевых, из реки пророчества и скажи им пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли самих себя. Не стадо ли должны пасти пастыри? Деяние 20, 29, 31. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, пометуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. Апостол Духа Пресвятого исполняясь, пламенное слово толпе собравшийся вещал и с изумлением внимал ему народ страны Парфянской. Слова родного языка пришедшим странно слышать было от чужеземца рыбака. Меж тем божественная сила его собою осенила, и речью смертною его им говорило божество. И Петр, Господний церкви, камень, словами жгучими, как пламень, сердца народные зажег, апостол Божий и пророк. В речах могучих и суровых он о страданиях христовых им говорил о чистоте, о смертной муки на кресте, о светлом чуде воскресенья, о всепрощающей любви и света нового струи, источник нового ученья. Любви, добра и всепрощения людских сердец проникли тьму, и слову дивному всему внимали люди в умиленье. Энн Григорович.